Она не договорилась ни с одной из дверей. Макс Розенскель проводит очередной латынь, анатомия, терапевтические дисциплины. А потом надо идти на клиническую базу и к живым больным людям обращаться с ними, научиться. А ни одна больница не предоставляет ей такой возможности. Курат, а в шейникурсе. Все, она говорит, ребята, девочки, плавочка закрывается. И кто она после этого? Мавродик. Все бы было плохо, если бы не было хорошо. Потому что на помощь женщинам пришли мужчины. Члены Харьковского научного медицинского общества. Мощного, сильнейшего в российском пенсии. А ну дальше, по переулку, это инструкция. Там они до себя. Годите, у нас, милость, но не больше, но до себя. И откроют силы в общество. Женский медицинский институт. У них два медицинских. Медицинский факультет университета для мальчиков. И женский медицинский институт для девушек. Место надо найти. И чтобы найти место, арендовали верхний этаж этого банка на Сунской 1. И поселились там женский медицинский институт. И когда спустя 65 лет на стену этого дома повесили термометр, конечно, он стал градусным. Потому что еще с 1910 года там учили правильно мерить. Но зато я вам попутно такую байку рассказал. Ну, притянул за уши. Ну ладно. Давайте иначе. Давайте я вам здесь расскажу водную историю, пока мы не пошли на Рыборск. Всегда существовало в любом месте, в любом городе, три способа, как давать название улицам. Первый способ. Самый нам хорошо известный и самый неудобный. Это называть улицу по имени какого-то выдающегося политического деяния. Почему это плохо? Понятно. Потому что проходит время, оказывается, не такой уж он выдающийся, не такой уж он деятель. Не надо эту улицу перевиновывать, искать другого, более подходящего. Но притянул в это время и с ним оказывается так, что он. Поэтому существовал другой, более проверенный, более безопасный способ, как называть улицу по направлению движения дороги. Мы с вами находимся в очень правильном месте, чтобы этот пример проиллюстрировали. Отсюда примерно уходят в три стороны Сумская, Московский проспект и Болтавский шляп. Харьков город, который повернут с относительно здорового цвета на 90 градусов. Поднимите руки, кто понимает, о чем я сейчас собираюсь рассказать. Давайте отменить, обсудим руки. Их, которые не понимают больше. Дело в том, что ни одна из этих улиц не ведет туда, куда называется. Московский проспект ведет на Ростов, на Сталинград, но никак не на Москву. Московский проспект на Ростов, Москва там. Сумская ведет на Белгород и Москву, а Сумы там. Полтавский шлях ведет на Полтаву, все нормально. Но Полтавский шлях, так называется, всего лишь 30 лет. А вообще-то до того, как это была улица Свердлово, это была Екатеринославская улица, то есть Днепропетровская, которая тоже не на западе, а на юг. Как так получилось, что в Харькове все перомернуло на эти 90 градусов? У кого компас был поломанный, когда улицу называют? Есть этому нормальное, логическое объяснение. Когда еще не был город городом, а была еще только крепость. Находилась она вот здесь по соседству, прямоугольная в плане. Ориентированная строго север, юг, запад, восток, запад, восток. Она должна была защищаться от нападения всяких пришлых людей, татар, поляков, кто бы не нападал. С двух сторон она была окружена речками, Харьковом и Лопанью, а с северной стороны крепость прикрывала огромное дубраво, большой дубовый лес. И это было очень удобно для защиты. Но так как-то удачно сложилось, что никто никогда на Харьковскую крепость не нападал. Ну, повезло. И появилась такая поговорка здесь. Лучше торговать, чем воевать. Зачем же, если же можно же. А торговать было чем-то, еще без налога, солью, алкоголем. И вести это надо, в первую очередь. Ну, конечно, с кем правильно торговать? Отсюда солью и алкоголем. Ехать на Белгород, на Москву. И была дорога, которая вела четко на север, на Москву. Эта дорога шла бы здесь, как сейчас Усть-Кай идет. Но нет. Потому что если бы это было в былинные времена и Муромца, спросил бы Илюшенко Муромец, как бы спросил у парохожих, а где тут дорога на Киевград? Ну, говорят, есть, Илюша, две дороги на Киев. Одна прямая, другая, въезжая. Но ты, Илюша, по прямой не едь. Потому что на ней кто сидит? Соловей-разбойник. А едь-то ты, Илюша, в объезд. Ну, Илюша был кто? Богатырь? Открылся, ему этот Киев нужен был. Ему соловей-разбойник нужен был. Он поехал прямой дорогой. А здесь были нормальные люди. Не Илюши Муромцы. Они, если бы поехали по этой московской дороге, и там в городе, в детской железной дороге, ждали бы соловей-разбойники с их солью, алкоголем и прочими товарами народного потребления в Москву, отвезенными. Поэтому они были люди нормальные. Они ехали на восток, там было лысое место. Доезжали до речки Хайков, переезжали в мосток, ехали дальше по лысому месту, примерно такому. Там некому, негде было спрятаться, укрыться разбойничьим бандом. Доезжали до Академика Павла, до Нелозаводкова моста. Поворачивали налево на Академика Павла. Ехали на Москву, сидел подъезд в лесах. Какая дорога московская? Вот там, потому что по ней все на Москву ездят. Ее так и назвали. Все логично. В этом городе всему должна быть логика. Не можно без этого. Что с Сумами и Екатерина Славом случилось, это неизвестно. Но я думаю, что отчасти правы те, которые лет 10 назад, когда только-только начал экскурсии, задавал вопрос экскурсанта. Как вы думаете, для чего так все запутано? Почему у нас московский проспект не ведет на Москву, а ведет, например, на Ростов или Сталинград? Ответ был классный. Против немецких танков это придумано. Придут сюда немецкие танки, сбросят дорогу на Москву, им скажут, вот московский проспект. И они по нему куда приедут? Да они и приехали, потому что 6-я армия Маунса по этой дороге до Сталинграда, до этого универмага в центре Сталинграда и доехала из Харькова. Дальше, в общем, не так уж они, наверное, и правы. Главное запутать врага. И не верить названиям улиц. Есть третий способ, как называть улицы. По роду деятельности живущих на ней, и прежде чем вы пришли к Рымарскому, нашли на Рымарскому и рассказали, кто и просто в деятельности, как и в Америке, два слова бурсатского слушателя. Дело в том, что это тоже пульта, которая получила название по роду деятельности, и в Академии. Здание Академии культуры это бывшая курса святого Ираклия. И поэтому курса находилась на улице, которая стала называться бурсатского стульства. Называется оно так и по сей день, никто и не перименовал. Минейной путаницы здесь нет. Но есть еще одна история в курсатском стульском связана, которую тоже наверняка вы все знаете, и я могу вам ее не рассказать. И если вы не знаете, то расскажите. Каждому уважающим себя городе, это с понятностью специально было дело, чтобы вы сказали, что вы сказали, что вы сказали. Каждому уважающим себя городе должно быть словечко, которое понимают местные жители и не очень понимают жители других городов. Тремпель, например. Хотя жители некоторых соседних областей ориентируются в этом вопросе. Кто такой Тремпель, знает. Или там Амбул. Но есть особые словечки, причем не только в Гарькове, которые имеют отношение не к плечикам и не к стержням для авторучек, а имеют отношение к обозначению, как называется местный люмпен подросток. С характерными пагубными наклонностями, с характерной манерой речи, сканер характерной манеры одеваться, вести себя, ну и прихватывать, что плохо лежит. И даже если лежит хорошо, тоже прихватывать. В Одессе это одесские пентюшки. В Киеве это киевские шлопки. Во Львове это львовские роглы. В Гарькове это роглы. Видите, вы знаете, вы знаете, местные жители прижили на эксплуатах. И харьковчанин легко обозначает рогла издалека. Причем объяснить харьковчанину, кто такой львовский рогуль, гораздо сложнее, чем львовянину объяснить, кто такой харьковский рогло. Давным-давно историки и филологи задались вопросом об этимологии термина рогло. И оказалось, что харьковское рогло связано непосредственно с Харьковской академией культуры. Дело в том, что когда это было пусто, пустоки всегда были голодны. И они во время большого перерыва совершали налет на Благовеченский базар. Большой толпой они неслись по пустоскому пустоту, а там уже разложились и позавтракали. Условно, да. Разложены были уже всякие пироги, закуски, всякое прочее с ней. И они, налетая на эти лотки, хватали все, что можно было ухватить, и на ходу вот это все в себя. И есть торговки, которые стоят там внизу, видели, как сверху до них бежит эта толпа. Кричали, «Эй, Галя, прячь товар, курсаки из бурсы святого ираклия бегут». они кричали коротко и понятно, и было понятно, кто бежит. Все знали, как они выглядят, эти раклы. Хотя, есть мнение, что бурса не носила имя ираклия, но с другой стороны известно, что сами бурсаки называли налет на блокбазу тринадцатым подвигом геракла. «Эй, видвалылось, раклон залишился». Раклон это цехаркивский геракл. Все очень просто. Я надеюсь, что я хоть отчасти в ваших глазах его геракла реабилитировал. У него такая древняя история, сникновение, такая мифическая, я должен сказать, героическая история происходствий. Он родственник самому гераклу. Поэтому что ты немножко стесняешься? Теперь, чем мы уйдем в сторону тот обещанный хлопок, еще одна улица, по которой, собственно говоря, большая часть сегодняшней экскурсии пойдет, это улица Рымарская. Есть версия, что, ну, то есть не версия, собственно говоря, университетская и Рымарская это одни из самых старых улиц в Харькове. Они, по сути, ровесники возникновения крепости еще. И Рымарская это точно так же, как и курсанский склуз, как Чебодарская, Каткатцарская, улица, получившая название по профессии. Потому что Лымарик, Рымарик, Лымарик, это кашевики, шорки. Хотя, выделывание кожи, вообще, работа с кожей, дело такое, которое нуждается в двух вещах. С одной стороны, быть поближе к воде, к реке, а Рымарская все-таки подальше, Клочковская ближе. А во-вторых, не обладать, обладать потерей нюха, обоняния, как при коронавирусе, потому что дело дюжи вонючее на подготовительной стадии выделывания кожи. Поэтому, может быть, и не было кожевенников на этой улице в те времена, а жил здесь какой-то бывший кожевенник, шортик, Рымаренко. И це Рымаренко дал свое имя, свое прізвище от сией вулыц. Но сегодня, конкретно сегодня, это несправедливость историческое исправленное, потому что с нами Павел Игоревич, наш современный Рымаренко-Рымаренко в смысле кожевеник-шортик, создатель компании Харус, который потрясающе работает с кожей, поэтому специально сегодня я Пашу дернул на эту экскурсию, чтобы он прошелся по Рымарской историческим корням. Это, если что, была не реклама, а по люксу. Пойдем.